Сегодня вторник, 5 апреля, свою работу продолжает информационная служба канала РТВ. Я Сергей Кения, здравствуйте. Итак, сейчас в мире. Начинаем выпуск с ситуации в Нагорном Карабахе. СМИ сообщают о том, что армянская и азербайджанская стороны достигли соглашения о прекращении огня. Расточенные бои в регионе начались в ночь на 2 апреля. Участники конфликта заявляли о своих успехах, одновременно утверждая, что противник несет тяжелые потери. Счет якобы идет на сотни. Впрочем, по информации официального Баку, за последние дни в Карабахе погибли 16 азербайджанских солдат. В Ереване и самопровозглашенном Степанакерте признали гибель 20 военных и 4 мирных жителей. А также заявили, что еще 26 человек пропали без вести. Теряют в стороны конфликта и боевую технику. Информация о масштабах ущерба, нанесенного армиям, тоже противоречивая. Азербайджан тем временем сообщил об уничтожении в Карабахе крупной базы армянских вооруженных сил. По сообщениям из Баку, она располагалась в стратегически важном пункте Магадиз. В свою очередь Ереван обвинил оппонентов в том, что они с каждым днем увеличивают калибр используемых вооружений. В ход якобы пошли системы залпового огня СМЕРЧ. В Баку эти данные опровергли. В целом обе стороны рапортуют о военных успехах и продвижении своих войск. И в Армении, и в Азербайджане при этом продолжают обвинять друг друга в нарушении прекращения огня. В связи с обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сегодня в Вене проходит специальное заседание постоянного совета ОБСЕ с участием тройки сопредседателей Минской группы – России, США и Франции. Именно в рамках этого формата осуществляется процесс мирного разрешения армяно-азербайджанского конфликта. С призывом к сторонам сложить оружие ранее уже обращались и Москва, и Вашингтон, и Париж. Некоторые страны, такие как Грузия и Иран, предлагают свои услуги в качестве посредников на переговорах. Глава МИД Исламской республики провел телефонную беседу со своим армянским коллегой, а вот с азербайджанским сегодня встречается лично. Тот отправился в Иран для участия в трехсторонней встрече на уровне главных дипломатов – Тегеран, Баку, Анкара. Турецкий министр перед тем, как отправиться в соседнюю страну, выступил в поддержку Азербайджана. Весь мир должен знать, что Турция с дружественным Азербайджаном будет продолжать стоять плечом к плечу против агрессии со стороны Армении. Мы будем стоять с ними, пока не будут очищены все оккупированные территории Азербайджана, в том числе Карабах. Еще одна встреча планируется в самом Баку. Там состоятся трехсторонние переговоры с участием министров иностранных дел Азербайджана, Ирана и России. Кроме того, по данным СМИ, в ближайшие дни в Ереван отправится премьер-министр России Дмитрий Медведев. Ранее с призывом разрешить Карабахский конфликт мирно выступили США. Американский госдеп призвал Армению и Азербайджан немедленно отказаться от применения военной силы. Иранской ракетной программе «Быть» парламент Исламской Республики сегодня выступил в поддержку оборонного потенциала страны. 205 депутатов Меджлиса проголосовали за документ, предусматривающий дальнейшие разработки в этой области и развитие ракетно-космических сил Корпуса Стражей Исламской Революции. В Тегеране считают, что развитие ракетной программы не подпадает под действие резолюции Совбеза ООН, одобрившей так называемую ядерную сделку. Напомню, соглашение, достигнутое между Ираном и шестеркой международных посредников, предусматривает отказ режима Айатол от атомных разработок в обмен на снятие международных санкций. Однако страны Запада подчеркивают, Исламская Республика проводит испытания баллистических ракет, способных нести ядерный заряд. В США, Европе и Израиле опасаются, что Тегеран, несмотря на сделку с шестеркой посредников, не отказался от амбиций обзавестись оружием массового уничтожения. Продолжаем. Генпрокуратура Панамы начинает уголовное расследование в связи с опубликованными материалами о сетях офшорных компаний, в которых фигурируют мировые лидеры и члены их семей. Скандал грозит большими проблемами высокопоставленным европейским чиновникам. О готовности начать собственное расследование заявили власти Франции, Великобритании, Австрии, Нидерландов, Австралии, Бельгии, Испании и других стран. Панамское досье вызвало политическую бурю в Исландии. Жители страны вышли на митинг с требованием отставки премьер-министра. Я здесь в знак протеста против коррупции в правительстве. Премьер-министр прятал свои деньги в офшорах и лгал нам. Министр финансов также скрывал свое участие в тайных сделках. И нам это просто надоело. Досталось и странам бывшего СССР. Фискальная служба Украины проверит дело об офшорах президента страны Петра Порошенко. Засветились и близкие родственники азербайджанского лидера Ильхама Алиева. А вот в Кремле международное журналистское расследование о схемах уклонения от налогов назвали атакой на президента Владимира Путина и на всю Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объявил, что этот вброс подготовили бывшие сотрудники Госдепартамента США, ЦРУ и других спецслужб. В России обнаружились, считай, компании, которые принадлежали одному из ближайших друзей Владимира Путина. И, в общем-то, та совокупность доказательств, которые нашли журналисты в этих документах, говорят о том, что эти офшоры могли быть связаны с Владимиром Путиным. И более того, что эти офшоры получали деньги из очень сомнительных источников. То есть все эксперты, с которыми мы поговорили, предполагают, что здесь могли идти речь об отмывании денег. Облава на Аум-Синрикё. В Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски и задержания в рамках расследования дела, возникшей в Японии. В МВД установили 25 адресов, по которым проживали участники запрещенного в России объединения. Как сообщили в ведомстве, в ходе обысков были обнаружены и изъяты предметы, используемые при проведении ритуалов, а также электронные носители информации. В Следственном комитете, в свою очередь, заявили, что участниками секты применялось физическое и психологическое давление на граждан, чтобы они делали пожертвования и отдавали свое имущество. Аум-Синрикё была основана в 1987 году японцем Сёку Асахары. Печальную известность эта секта получила после трагедии 20 марта 1995-го. Тогда ее члены распылили в токийском метро, отравляющий газ Зарин, в результате чего погибли свыше 10 человек, еще около 6 тысяч пострадали. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Оставайтесь на канале Артевей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова